Доброе утро всем! Удачного дня! У меня неформальная обстановка. Я сижу аж на своем туалетном столике, на котором ничего нет. Зато есть хлеб, который испекла с утра. Ай, еще горячий. Да, прикиньте, я проснулась. Нет ни хлеба, ни фига. Пришлось печь хлеб самой. Почему? Потому что я не стала уже сюда ничего не покупать. По идее, я должна была вчера съехать. Хоть шуршать. По идее, я должна была уже вчера съехать. Ну, как бы не успела все вещи перетащить. Пришел. Дима вчера, да, бывший муж, мы пообщались. Типа, я еще денек потусю, потом можешь... Завтра остатки вещей своих заберу. Но это не важно, на самом деле. Это не главное. Главное, это что случилось. Помните, я говорила, что переживала, 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 переживала. Не могла понять, что происходит, что и как вообще. Короче, ситуация прояснилась. Ситуация прояснилась. Все. И прыщ прояснился. Нечем даже морду намазать. Беда печати. Солярий все еще такой темный. Ситуация прояснилась. В общем, все классно. Ну, не классно, конечно, но... По крайней мере, теперь я хочу просто есть. Трое суток толком ничего так перебиваться. И теперь у меня просто желание обожраться с утра пораньше, только как обычно, но как мы любим. Кошечка. Красная рыба. Горбуша. Испеченный хлеб. Только что еще горячий. К напитку богов вернулся вкус и цвет. Бэйби, я скучал. А, еще. Дорогие друзья. Мужчины. Девушки. Ну, в частности, мужчины. Перестаньте дарить мне конфеты. Перестаньте опять дарить мне конфеты. Шоколадки. Всякие сладости. Вы понимаете, что у меня к ним слабости. У меня слабости к трансжирам, к пальмовому маслу и безмерному количеству сахара. Но еще слабость к одной очаровательной улыбке. Но, тем не менее, вы понимаете, что эта коробочка Рафаэла только что была полная. Теперь вот там одни фантики. Вот, осталось пять конфеток. Они просто улетают за раз. Пожалуйста. Давайте вы мне будете лучше, если хотите сделать приятно, оказать знак внимания. Я просто прошу, да? Лучше мандарины, апельсины. Не знаю. Свити какие-нибудь или еще что-то. Что-то такое. Цитрусовое. Даже лимону буду рада. Конфеткам я безмерно рада. Я их обожаю. Ну, понимаете? Из-за них растет моя жопа и прыщи на лице. А потом мне надо бегать по лесам, по фитнесам и попырочек всякая фигня. Больше сулобина, чтобы прыщ на мордю скатил. Здесь и еще второй лежит. И еще третий будет. Это все за конфетки. Блин, они такие вкусные. Собаки. Особенно были первые, помните? О, просто. Еще спорили, что вкуснее. Ферреро Роше или Рафаэлло? Не понимаю вообще, как Ферреро Роше можно сравнить с Рафаэлло. Боже, удар с яичницами сравнил. Это, конечно же, Рафаэлло. 267 калорий. А сколько грамм-то здесь? 150 грамм. 266. Не 266. Это было бы 627 калорий. Как я так прочитала? 627 калорий на 100 грамм. В общем, получается, что съедая эту коробочку, можно съесть еще максимум кусочек курочки. И все и ложиться спать. Вот. Ситуация вчера просто неожиданно прояснилась у меня. Вот я вспоминаю. Я не могу не вспоминать. Я теперь опять буду вспоминать, 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 вспоминать. Знаешь, потому что потому что это стоит вспоминать. И как долго, блин, хоть миг, хоть час, хоть день, хоть год, хоть век вспоминать можно бесконечно. Все отлично? Не совсем отлично, но все будет хорошо. Надо только подождать. Хоть миг, хоть час, хоть день, хоть год, хоть век. Человека можем залезать. Что такое? Косточки. Да блин. Ой. Мандаринка последняя осталась. Мандаринка. И бокальчик любимого Игристого. Нас закружит Димушка пушистая. Появилось новогоднее настроение. Появилось. Начальник вчера обсуждали на работе о том, что подарки собирать детям на Новый год и подарки собирать взрослым на Новый год. Делать подарки с коллегом по работе и подарки собственно их ребятишкам от организации. Поэтому будем с вами скоро бегать собирать эти подарки все, особенно детям. Детский подарок собираю я не первый год, не в первой организации. Такой, как мне вот, ну как вот я считаю нужно. Во-первых, он получается большой, а во-вторых, там нет этих дебильных конфеток типа буревестника, ласточки, еще какой-нибудь лютика цветочков, и рисок всяких непонятных, а там есть клевые всякие прикольные конфеты, которые любят дети. Которую люблю я, потому что, как мы уже поняли, в саладостях я эксперт. Как, как помните этот Холодное сердце, эксперт в любви эти каменные, кто они там, тролли, не помню. Кстати, хочу пересмотреть. Мне нравится этот мультик. Отпусти, не забудь, что уже не верну. Хочу посмотреть, как принцесса Анна искала свою сестру Эльзу. Да? Кто тебе этот хлеб есть будет в промойку? Там еще вторая буханка. Кстати, если будете спрашивать рецепт, из того, что было, тесто на пирожке. У меня было времени ждать. Пойди, надо дождаться, чтобы это все переходило, подошло, поспело, но никак было. Потому что времени мало, надо работу убежать. на работу сейчас приду, скажу, ты что, вообще что ли уже? Третий день в одном и том же. Ну, что поделать? Блин, как пахнет, а? Сейчас, подождите. Как они пахнут! Вот если я помру, сожгите его прах и запихайте в эту коробочку. Отливашки можете забрать себе или потом положить сюда пустые фуфурки, но это божественно. Что ты делаешь, Томфорд? Прекрати. Как? Я на работу с собой возьму и буду ходить понюхивать. Я пока не могу их пшикать ими что-то. Блин. Пока не могу ими пшикнуться, нарушиться оригинальность упаковки. Так что нет. Подождать надо. Отсидеть локоть. Блин, вот долго не ела нормально, теперь я не могу в себя запихать. Как помните, мы с вами по утрам сидим и пихаем в себе столько еды, что можно просто одуреть. Как хороший мужик, да? Кушаем. Ну, есть такое. Зато калорий много желаю об этом. Вот. И с такой чудесной замечательной новостью я спала как убитая просто и мечтала только о том, как будет утро и я смогу пашивать. Кстати, влезла-то, да? Вот один кусочек и кусочек рыбы и еще. Но это пока. Но я чувствую в себе потенциал. Ой, сегодня с утра анекдот переслушивала про Пушкина, Блока и Маяковского. Гружалась как-то в девчонка и рассказывает его. Но я не помню, как Пушкин дотронулась до этой коробки и потекла. слюна по подбородку. О, ничего себе. Надо срочно бумагу накидать. А, я записываю свои стишки. Четверостищие стишки и прозвольт в телефон, в заметочке. Золотистый мандарин. Напомнить, косменно стремится. Все, что когда-то подарил, ты в октябре в двадцатых числах. В сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале и в марте больше мандарин ничего не у нас. Котик сегодня остается здесь. Я уезжаю, котик остается тут. Так попросили, попросил. Я потом заберу через месяц. Просто еще месяц тут поживет и переедет. А котика потом заберу. Ну, понятно, одиноко одному тусить. С котиком веселее. Next. Это мне никогда скучно не бывает. Я постоянно с вами ля-ля-ля три рубля. осталось забрать только. А вещи, которые висят в прихожке. куртки, шапки, ванной, станки для бритья и скраб ядерный. Кстати, вчера помылась, пострадалась и сегодня чувствую, что у меня кожа шелушится очень сильно. У меня нету ничего, ни одной баночки, ни одного крема, даже массажные все масла витобе. Одно одно не знаю, объясните, а другие все уехали это домой. Нет, ничего, я уже думала растительным маслом сегодня на трусе. Прикиньте, вчера ходила-ходила, его искала, не нашла. Сегодня с утра встала, оно передо мной стоит. Как я его так искала? Ходила. Растительным маслом курочка, да, гридлим тирается. Настроение вообще просто. Можно, наверное, на самом деле можно что-то на бумагу кинуть. Какие-то стесочки. А можно пойти кинуть на бумагу работу. Собственно, сейчас этим и пойду и заниматься. Рано работаю, друзья мои. Удачи вам всем утром. У тебя на такого же классного, замечательного настроения как у меня. верьте своей интуиции, потому что моя интуиция оказалась, ну, не знаю, потому что моя интуиция оказалась права на все сто, просто на все сто пятьсот, я даже могу сказать. Я так знала, вот что-то вот и в натуре так и получилось. Ну, известный факт. Интуиция моя много спасала нам. Много спасала нас, выводила на чистую воду много людей и жопку нашу прикрывала неоднократно. Все, давайте, пока-пока, всем удачного дня, такого же клевого настроения, как у меня.